Когда вы приезжаете первый раз в Калининград, если вы выходите на южном вокзале, то, безусловно, вы попадаете в такой вот советский райончик. Первое впечатление о Калининграде может сложиться. Ну, а что здесь особенного? Ничего, город был разрушен. И что здесь смотреть? На самом деле здесь много чего есть посмотреть. Я много лет ошибался. Сейчас я это упущение через года восполняю и делюсь с вами замечательной прогулкой по Малинау. Просто великолепно. Многие дома скрыты за зеленью. Кстати, на Кутузово нету совершенно, не осталось никакой брусчатки. Шикарное здание. Поражают своей ухоженностью. У каждой, кстати, виллы было свое название. Район Малинау во время штурма Кенигсберга совершенно не пострадал. Но этот район должен был символизировать собой город-сад. И дома выше двух этажей не возводились. Каждая вилла, как я уже сказал, индивидуальная. И я предлагаю пройтись по улице Кутузова и посмотреть, какие виллы здесь. Это неописуемо. Это нереально просто. Но на самом деле, даже если пройтись по окраинам Берлина, то вы не встретите таких вилл. Обратите внимание на цветочник, который под окном располагается. И сверху звезда. Все очень эксклюзивно, оригинально. Очень много зелени. Напротив можно видеть домик. Таким очень классным балкончиком. На самом деле, дома не выше двух этажей, как я сказал. Затем четырехскатные крыши, типичная немецкая тема. И мансарда. На данной мансарде имеется балкончик, на который можно было выходить. Жители этого дома сделали такой самопытный навес. Но, тем не менее, здесь просто на самом деле очень круто. Такое ощущение, что действительно где-то в Европе даже не встретится такого. Ни в Вильнюсе, ни в Риге. И такие каштаны. Это вот особенность также Амалинау каштаны. Не очень презентабельная вилла. Скажем так, я имею в виду в плане архитектурных изысков. То есть, такой квадратной формы. Заборчик такой старинный, уже проржавевший. И, конечно же, дом этот стоит на продаже. 700 квадратов, 12 соток. Дом стоит на продаже. Вилла начала 20 века. Многие дома являются памятниками архитектуры. И находятся под защитой государства. Да, вот обратите внимание, улица Кутузова. Она заканчивается таким кругом. Это полуокружность. С другой стороны, имеется такая же полуокружность. И вот суть этого района Амалинау. Как раз таки в том и заключался, чтобы здесь было много зелени. Многие зажиточные немцы, состоятельные капиталисты, приезжали в Кёнигсберг. Они здесь имели свои виллы. И приезжали сюда зачастую на отдых. Об этом я уже говорил в предыдущем репортаже про улицу Тельмана. На данной вилле, конечно, уже черепицы нет. Там уже железная крыша в виде черепицы. Ну и вот, к сожалению, балкончик такой немного потрепанный. Так же, как и вход. И, как мы можем видеть, вот эти вот сочетания прямоугольных окон с овальными окнами подъезда. Они очень гармонично смотрятся и тем самым привлекают взгляд туристов. Аллея Каштанов, Ели. Внутри, конечно, очень много мусора. Из этого всего сделали мусор. Но вот такие зелоты были в районе Амалинау. На таких зеленых оазисах окаймляющих автомобильные дороги были расположены три сквера. Как минимум три. Это литовский, белорусский. И вот мы находимся на белорусском сквере. И здесь представлена, соответственно, карта с городами Белорусской Республики. Барильев с изображением города Минск. Данная площадь у нас называется Белорусской. Рядом с такими шикарными домами можно видеть попроще виллы в районе Амалинау. Застройка была в 40-х годах. И отличалась функциональностью. И понятное дело, что эти дома не представляют собой такой ценности, как, например, вилла Шмидтон. Изюминка района Амалинау. И многие-многие туристы обязательно должны здесь побывать. Это все поснимать. Лично посмотреть. Можно видеть фахверковые конструкции на втором этаже. Окаемляющий балкончик. Многие виллы здесь построены в стиле «Югенштиль», как здесь написано. Ну и, соответственно, первый владелец консул Хау Шмидт. Старинный аутентичный немецкий ящик, на котором написано для писем. Во время штурма Кёнигсберга данная вилла не пострадала. Про виллу Шмидта можно заказать экскурсию. Люди, экскурсоводы ходят, рассказывают про нее очень долго. И за этой виллой, я думаю, много различных историй, в том числе и легенд. Очередной особняк, вилла. Великолепно, великолепного просто слов нет. Все настолько просто органично вписано. Класс, просто обалденно. Рядом там более простые виллы. А против Кутузова 14 имеются многосемейные дома. Вот наподобие этого. Заходим в один из двориков, который открыт. И сюда многие туристы забегают, чтобы полюбоваться такими шикарными изысками югенштиля. Напротив, простота. Но в то же время, тоже было бы не прочь в этом доме провести время, пожить. Плиточкой так уже в современном выложили это все. Обратите внимание на вот этот женский образ, который есть справа. Мы можем наблюдать. Это типичный югенстиль. Вот такой наш шикарный-шикарный двор, в который мы попали. Здесь я шепотом говорю, чтобы жильцы не вышли и не дали мне указаний быстренько исчезнуть. Кстати, посмотрите, снизу балкона кирпичей. То есть, обвалилась штукатурка и там кирпичи. То есть, балкон из кирпичей. Интересно, потому что я первый раз такое вижу. Вот, обалдеть. Просто вот, представляете, вы застоите утром в Ленинграде. Летом, вот в такой дворик. Машины, конечно, здесь слышно. Но я думаю, с этой стороны не так. И, как мы можем видеть, не такой большой трафик от этих машин. Вот. Но это было просто изумительно проснуться, летом выйти в такой дворик. Там еще стоит столик. Но вот, к счастью, мне повезло. И ворота оказались открыты, и я зашел. Здесь вот с различной цветочки высажены. Это просто счастье, что ворота будут открыты. А заучка, ладно? Слушай, ладно? Этот домик, во дворе которого я находился, он имеет два входа. То есть, со двора, где я был. И вот еще имеется такая вот лестница. Перекресток расходится как стрелой. В ту сторону отходит улица, и в эту сторону отходит улица. Люди, я подошел к очередному особнячку. Нахимова 2, это вилла, которую я уже показывал. С этой стороны на солнце она более презентабельно выглядит. Вообще уникальная вещь. Между окнами даже вот какая-то мозаика выложена. Выглядит как будто современно. На современный манер все сделано. Здесь, конечно, не подлезть, не посмотреть. Какого года, непонятно. По Малинову можно бродить и бродить. Я вам показываю только дома, которые располагаются по Кутузову или вот недалеко от Кутузова. Продолжаю идти по улице Кутузова. И вот все новые и новые виллы, которые на самом деле отличаются друг от друга. Я, честно говоря, даже теряюсь уже в каких годах эти виллы были построены. Эта вилла выглядит очень современно. Но в то же время она очень гармонично вписывается в общий облик улицы Кутузова. На самом деле напоминает немецкую постройку, такое, скорее всего, 40-х годов, начало 40-х. Имеется два подъезда. Напротив располагается также немецкий дом, но там один подъезд. Это Кутузова 41. Также двухэтажный дом. Имеется гараж с двух сторон. Все-таки люди имели автомобили, которые проживали в этом доме. И могли себе позволить парковать эти автомобили в нижних гаражах. Немцы уже в те времена, в начале 20-го века функционально использовали территорию близ дома. Береза с трясающей листвой. Очень-очень колоритно это все выглядит. Предполагаю, это немецкий дом уже снизу облицованный кирпичом в современное время. Мы зашли вот, да, кстати, за старый немецкий дом. Сзади он тоже имеет два подъезда. Здесь уже новострой. Но, опять же, калининградская архитектура, она отличается особенностью. Здесь много дома застраиваются вот именно в своем эпическом стиле, который свойственен только калининградской области. К сожалению, в России такого нигде не встретишь. Возможно, только... Посмотрите, как красиво, да, вот. У меня уже нет слов все это описывать. На самом деле, отклоняясь от проспекта Мира и проходя по улице Кутузова, от Вилла Шмидта, дома уже становятся попроще. Но, я так предполагаю, все равно дальше можно идти. И вот от самого Кутузова, если отклоняться по тем улицам, которые пересекаются с Кутузовым, можно встретить какие-то уникальные виллы еще. Ну и, конечно, как же без памятника самому Кутузову Михаилу Илларионовичу, в честь которого названа Тарая Немецкая улица. Капелла Святого Адальберта. Памятник архитектуры. Он не был перестроен в православную церковь. Она находится на проспекте Победы. И вот как раз-таки напротив Шритовский сквер. На площади Литовского сквера он не очень большой, отличается от белорусского. Шведский вообще, я прошел мимо, там ничего примечательного не было. Здесь стоит памятник Людвигаса Реза. Да, это был просветитель 18-го столетия. Если на Кутузову мы видели виллу Шмидта-младшего, то вот на Победы находится вилла Шмидта, видимо, старшего. И здесь располагается детский сад. Узкая колейка, и вот автомобили так паркуются. Я так предполагаю, что она также относится к культурному наследию, и поэтому не подлежит разбору. Здесь я заканчиваю свой репортаж. Это старая кирха Луизы, жены русского короля, лучшего друга Александра Второго.